МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И новогодними волшебниками мы отправляемся в столицу Югры. Город Мантин-Ансис! Так началось торжественное открытие самого массового в России зимнего праздника Съезда Дед Морозов и Снегурочек. На сцене из подарочных коробок выходили на встречу к многочисленным зрителям главные зимние волшебники. Более 10 тысяч человек 7 декабря 2018 года собрались на главной площади Ханты-Мансийска. Вот уже на протяжении 12 лет люди приезжают сюда на шоу за несколько тысяч километров. Едут не только с Югры, но и со всей России. Желающих увидеть снежное шоу с каждым годом растет. Да и сами волшебники слетаются из самых дальних уголков страны. Северодвинска, Миас, Оренбурга, Наринмара, Торстана, Белоруссии и Китае. И, конечно, главный Дед Мороз из Великого Устюга. Здравствуй, Ханты-Мансийск! Здравствуй! После приветственного слова главного волшебника страны Морозы из разных уголков России уже вместе со зрителями танцевали под новогодние мелодии, водили хороводы, устраивали флеш-мобы. 9 декабря сказочные герои собрались в парке имени Лосева. Там впервые состоялась игровая программа «Айда-Валенки», на которой гостей праздника ждали чудеса русской кухни, блины на лопате, яичница на утюге, массовый забег валенка, хороводы, зимние забавы. Но и это еще не все. Дед Мороза из Ниньского округа, Китая, а также главного Мороза из Великого Устюга ждала незабываемая встреча с ребятами из детского дома и этнокультурного центра Лилэнг-Союм. Там дети изучают родной язык коренных народов Югры, культуру и ремесла. Трём Морозам они с удовольствием продемонстрировали свои таланты, сыграли на народных инструментах. Главным волшебником страны ребятишки исполнили национальные танцы. Ну а дедушки ребят без сюрпризов тоже не оставили. С собой в мешках они привезли интересные, веселые игры и забавы. В завершении встречи Дед Мороз из Ниньского округа подарил ребятишкам мягкие игрушки белого олененка и жителей Арктики медведя. Вообще во время съезда Деда Морозы посещали детские сады и детские дома округа, навещали детей в больницах и специализированных реабилитационных центрах. Кстати, Морозы на съезд приехали не только веселиться, но и в конкурсе на лучший Дед Мороз сразиться. На протяжении четырех декабрьских дней они не только участвовали в различных культурно-массовых мероприятиях, но и боролись за титул лучшего Деда Мороза России. На суд жюри было представлено более 30 конкурсных программ от 21 команды. Это игровые и театрализованные программы для детей и взрослых, а также эстрадные номера. Оценивала волшебников компетентное жюри. В него вошли заслуженные деятели культуры городов Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Могилёва. Было и самое беспристрастное детское жюри. Всероссийский съезд Дедов Морозов – это в первую голову съезд единомышленников, съезд волшебников, волшебников праздника. То, что мы делаем – это волшебство. Его нельзя измерить килограммами, только радостью людей, улыбками людей, которые я тебе подарил и вызвал эти улыбки, вытащил из них. Дал им возможность по-другому взглянуть на себя, на своих друзей. Общий уровень очень серьезно поднялся. То есть приехали прям метры. Это было приятно смотреть. Солидные люди, которые прям очень точно работали. Они видели детей, они их любили. Вот собрались люди, которые любят детей, которые несут им праздник. Еще одна завораживающая программа под названием «У костра» прошла в долине ручьев, где участники съезда разыграли главный приз – посох Деда Мороза. А Снегурочки – помощницы волшебников, водили новогодние хороводы, пели песни вместе с гостями праздника. А в финале Дед Мороз из Великого Устюга зажег самый большой новогодний костер. Такую незабываемую встречу каждый год ребятишкам дарят организаторы съезда Дед Морозов и Снегурочек, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа, администрация города Ханты-Мансийска, автономная некоммерческая организация, творческая лаборатория «Арт-проект», окружной дом народного творчества. В этом году организаторами также выступил городской культурный центр «Планета» города Нягань. 12 съезд в этом году почастливилось сделать городскому культурному центру «Планета», некоммерческой организации «Арт-проект» и, естественно, дом творчества города Ханты-Мансийска. Я думаю, что в целом удался проект, получилось ярко, красиво. Новые какие-то мероприятия прошли в рамках этого съезда. Но я думаю, что это успех, во-первых, большой опыт для нашего учреждения. Красивой финальной точкой главного новогоднего шоу страны стала церемония награждения зимних волшебников. Обладатели гран-при 12-го Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек были удостоены чести получить свою награду и туристические путевки из рук самого почетного гостя праздника – главного российского Деда Мороза из Великого Устюга. Лучшей Снегурочкой была признана Осанова Маргарита из города Оренбург. Ну а приз «Лучший Дед Мороз», как и в прошлом году, отправился в театр актера и куклы «Петрушка» города Сургут. Его завоевал Анатолий Лупашко. Ой, эмоции просто переполняю, потому что я не ожидал, что будет такое решение от жюри, такая реакция. Ну, я понимаю, детская программа, да, очень сильно старался, хотел, чтобы программа выиграла. Мы взяли диплом, а тут еще и лучшим стал. Вот это да. И получается у нас наш кубок ездит туда-обратно. Мы передаем с Ивани и кубок друг к другу уже четвертый год. Вот. Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Ну и как каждый Новый Год, новогоднюю порою мы на праздник к вам спешим. С наступающим! Субтитры подогнал «Симон»!